Сегодня поговорим о митохондрии. Митохондрии – это энергетические станции клетки, в которых освобождается основное количество энергии из поступающих в организм питательных веществ. Чтобы двигатель работал и наш автомобиль мог двигаться, нужен как сам двигатель, так и топливо, которое при сгорании внутри двигателя способно вращать вал. А от вращающегося вала и авто будет двигаться, и генератор вращаться, давая ток. Ток же способен обеспечивать деятельность всех иных систем автомобиля. Точно так же и митохондрия, принимая внутрь себя питательные вещества, образует блоки энергии, которые способны обеспечивать энергией все другие процессы внутри клетки. Это маленькие круглые органеллы, состоящие из двух бесслойных липидно-белковых мембран – наружной и внутренней. Они и есть энерго-блоками клетки. Внимательно посмотрите на строение митохондрии. Особо важны кристы – выступы, входящие во внутреннее пространство мембраны. Именно там и происходят основные процессы. А что находится внутри митохондрии, спросите? Внутренняя полость митохондрии содержит растворимые в матриксе энзимы цикла Крепса, необходимые для освобождения энергии из питательных веществ. Также содержатся ферменты, необходимые для синтеза жирных кислот. Что такое цикл Крепса? Суть цикла Крепса в том, что питательные вещества внутри митохондрии окисляются до СО2 и воды, а освобождающаяся при этом энергия используется для синтеза высокоэнергетической субстанции – аденозин-3-фосфата – АТФ. Затем АТФ диффундирует в клетку, обеспечивая ее необходимой энергией для многих внутренних процессов. Это как генератор, дающий ток для всех электромеханизмов внутри автомобиля. Много ли их в клетке, этих энергоблоков, спросите? Число митохондрий в клетке от 20 до 500 тысяч. Они способны к самообновлению, а также могут увеличивать свои размеры в зависимости от увеличения потребности клетки в энергии. Для этого внутри митохондрий содержится ДНК, которые обеспечивают обновление и синтез новых митохондрий. Также РНК. Но об этих процессах разговор впереди. Пока вам достаточно понимать суть и основную схему процессов. Митохондрия – это энергоблок. А питательные вещества в процессе химических реакций формируют АТФ, который является источником энергии для многих внутриклеточных процессов. Более детально об образовании энергии в клетке и цикле Крэпса будем говорить позже. В следующем ролике темы будем говорить о микрофиламентах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...